Продолжение следует... В эфире Абхазского телевидения, информационный выпуск Амши Эпшара. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Аналоги на прибыль организации. Законопроект Минэкономики. Как справиться с клопом, который уничтожает даже дикорастущие растения? Специалисты обсуждают методы борьбы с вредителем. Пятый юбилейный фестиваль органной музыки открылся в Питсунде. Министерство экономики Республики Абхазия разработало законопроект о внесении изменений в закон о налоге на прибыль организаций. Изменения коснутся только тех предприятий, которым предоставлен кредит иностранными банками. Подробнее о проекте закона нам рассказал заместитель министра экономики Патал Тарба. Министерством экономики разработана концепция налоговой реформы, которая предусматривает кардинальный пересмотр существующей налоговой системы в течение трех лет с начала ее реализации. Однако необходимость изменения некоторых особо проблемных моментов существует уже сейчас. Так, одной из таких проблем является вопрос, связанный с налогообложением деятельности иностранных компаний в Абхазии без образования постоянного представительства. Поправка призвана решить вопрос применения налога на прибыль по доходам от кредитов, предоставленных абхазским предпринимателям иностранными банками. Когда наши предприниматели из числа юридических лиц именно берут кредиты за рубежом, у них возникает обязанность в качестве налогового агента удерживать 15% с дохода иностранного банка в качестве уплаты налога на прибыль на территории Республики Абхазия. И в связи с тем, что есть определенные сложности, в связи с тем, что не подписано у нас еще соглашение об избежании двойного налогообложения, и российские банки, в силу того, что они могут испытывать определенные проблемы с точки зрения того, чтобы принять сумму налогового плачного в Республике Абхазия к зачету на территории Российской Федерации, Хотя такие механизмы налоговым кодексом МРФ предусмотрены, тем не менее, это настолько сложный процесс, что многие банки отказываются этим заниматься, и тем самым у наших предпринимателей возникают ситуации, по которым они иногда или просто не могут взять кредит, или вынуждены переплачивать. По словам Батала Тарба, многие промышленные предприятия и туристические объекты, которые привлекают заемные средства из-за рубежа, столкнулись с данной проблемой. Вопрос уплаты налога на прибыль с кредита иностранных банков возник и в процессе реализации программы льготного кредитования крупного и среднего бизнеса по линии инвестиционного агентства с участием именно российских банков. Поправка, о которой идет речь, должна создать дополнительные стимулы для привлечения кредитов из-за рубежа на льготных условиях. Льготные кредиты менее 10% годовых, они вообще не облагаются налогом. Те кредиты, которые по более высокой ставке, от 10 и выше, только с разницей между фактически установленной ставкой по договору и этими 10%, что мы приравняли, что 10% почему получается, потому что это 5-6 от ставки рефинансирования Национального банка, которая сегодня является установленной в виде 12%. В данном случае, по мнению разработчиков законопроекта, возможные потери бюджета минимальны, а дополнительные кредитные средства, которые будут вкладываться в экономику республики, безусловно, произведут положительный экономический эффект. Законопроект в настоящее время проходит стадию согласования в заинтересованных органах государственной власти, и готовится к внесению в Народное собрание Республики Абхазия. Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Абхазии запустило официальный сайт. Его посетители смогут получить информацию об экономике страны и о действующих государственных программах. На ресурсе предусмотрена обратная связь со специалистами, которые проконсультируют по любым возникшим вопросам. Сайт будет полезен как местному, так и иностранному инвестору. На нем доступны все необходимые для инвесторов нормативные акты, списки документов. Кроме того, на ресурсе планируется внедрить систему, проходить регистрацию и предоставлять необходимые документы для участия в государственных программах. Подразделения госкомпании Черноморэнерго продолжают работы по замене столбов и линий электропередачи в Ачимчирском районе. На сей раз в селе Губ. Все работы ведомства проводят на собственные средства. О ходе работ в репортаже НИСФА Аршба. Энергохозяйство села Губ уже давно пришло в негодность, собственно, как и во многих селах Ачимчирского района. Предприятие Черноморэнерго старается исправить ситуацию и проводить ремонты, но этого оказывается недостаточно. Энергетика – отрасль финансово затратная, и у государства не всегда хватает средств на проведение работ. Множество объектов электроэнергетики Ачимчирских сел отремонтировано в рамках инвестпрограммы, но и она имеет свои ограничения. Энергетическое ведомство страны решило не останавливать работы и продолжило замену опор и линий электропередачи на свои средства. К примеру, в селе Атара заменено 5 километров, в селе Чацкыр – 3 километра. Сейчас энергетики трудятся в селе Губ. В селе Аджампазра проводятся работы по реконструкции линии 6 киловольт и 0,4 киловольт. Установлено по 6 киловольт порядка 26 опор и по низкой стороне около 20. Работы ведутся по плану, составленному совместно с руководством Черноморэнерго и все расходы соответственно на них. Аджампазра – горный поселок, и дороги здесь с соответствующим рельефом. И этот факт очень усложняет работу электрика. Например, чтобы доставить опоры к пункту назначения, их сначала привозят к берегу Алтски, и только затем буквально по штуке везут наверх. Энергетикам приходится тратить много сил и времени на преодоление вот таких препятствий. И тем не менее, работу свою они проводят в срок. Помимо замены столбов и кабелей, в Аджампазре установили новый трансформатор, благодаря которому теперь в домах сельчан появится качественная электроэнергия. В планах на ближайшее будущее у Черноморэнерго замена линий электропередачи и столбов в селах Тхина, Чилоуч, Гярда и Кутол. Эти работы предприятие планирует завершить до конца текущего года. В Тхуарчале 95 многоэтажных домов, и в большинстве из них протекают крыши. При этом кровли всех домов еще в 2013 году были заменены по российскому комплексному плану. Но несмотря на это, проблемы существуют по сей день. Аманда Поня продолжит тему. Тхуарчал по большей части находится в гористой местности, поэтому здесь очень часто идут дожди, которые подтапливают улицы и подвалы домов. Кроме того, в большинстве из 95 многоэтажных домов протекают крыши, которые установлены пять лет назад в рамках российской комплексной программы. По словам начальника городского жилищно-коммунального управления, резу гопья. Кровля протекает из-за того, что водосточные трубы неправильно установлены и не успевают пропускать большое количество воды. В итоге кровля стены, да и весь дом приходит в негодность. У нас проблемы большого характера состоят в том, что финансирования недостаточно. Каждый месяц мы должны все дома 95 очищать от листьев, ели, которые выпадают. И на это, значит, огромные средства. Каждый дом в среднем обходится 4 тысячи таких возможностей на сегодня нет. Но по мере нашей возможности, по мере тех, значит, срочных заказов, которые необходимы в текущем ремонте, мы стараемся устранить. Мокрые стены и потолки – вот что оставляют после себя в домах обильные осадки. И очень часто жителям самим приходится чистить и чинить трубы, чтобы избежать протекания крыш. В одном из таких домов проживает 82-летняя пенсионерка. Она была вынуждена купить квартиру. Вот эту квартиру она купила. Купила, ремонтировала, но ремонту не подлежит, так как крыша течет регулярно. Ну, когда идет запрос в ЖКО, приходят, крышу ремонтируют, но как текла вода, так и течет. Если есть возможность что-то сделать, пожалуйста, помогите. Просто по старому человеку в дождь внутри дома сидеть, как на улице, это тоже очень тяжело. Такая же проблема и в Доме культуры. В 2013 году здание было восстановлено, была заменена кровлей и произведен ремонт первого этажа. Однако после этого ветер не раз носил крышу. По словам главы Ткуарчалского района Аида Чачхаля, в ближайшее время будет произведен ремонт кровли в самых проблемных домах. Для этого будет использована часть денег, подаренная президентом Раулем Хаджинба в день города Ткуарчал. Тогда глава государства из фонда президента выделил городу-герою 1 миллион рублей на благоустройство города. Аманда Поня, Михаил Баратохин, Афхазское телевидение. И в продолжение темы. Государственная компания Апснаргылара завершила работу по замене кровли Сухумской средней школы номер 7, которая частично пострадала во время ураганного ветра в ночь на 31 августа. Как сообщает прислужба госкомпании, всего строителей заменили 757 квадратных метров кровли. Общая смертная стоимость работы 1 миллион 179 тысяч рублей. Также специалисты госкомпании заменили кровлю левого крылоздания бывшего совета министров, которая была практически полностью сорвана в результате стихии. Пострадали несколько офисов госучреждений, расположенных в здании. Общий объем работ 915 квадратных метров. Их смертная стоимость 1 миллион 523 тысяч рублей. Как справиться с мраморным клопом, очень быстро распространяющимся по всей Абхазии? Об этом шла речь сегодня в Сухуме на встрече за круглым столом представителей Министерства сельского хозяйства, карантинных служб, научных организаций, представителей Министерства иностранных дел и экологов. На встрече были подведены предварительные итоги проекта по борьбе с распространением мраморного клопа совместно с Международной гуманитарной организацией «Движение против голода». Подробности в материале Рената Шакая. Международная организация «Движение против голода» осуществляет свою деятельность в Абхазии с 1994 года. Последние годы она направлена на борьбу с насекомыми-вредителями. Представитель организации Эрвин Блаух отмечает, что наиболее сложная ситуация сложилась в восточной части Абхазии. В некоторых районах из-за вредоносной деятельности мраморного клопа уже пострадало до 90% урожая. Мы только что были позавечера в Галском районе, в Нижней Гали, с нашими сотрудниками, тоже из сельскохозяйственного министерства. Были вместе, в несколько домах мы пошли. К сожалению, люди потеряли весь свой урожай. Мы были, я тоже скажу вам, старшая женщина, пенсионер. Всё, что она могла, какой прибыл иметь от орехи, или от инжира, или от винограда, просто она всё потеряла. Так что ситуация не очень хорошая. На сегодняшний день не существует чётких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. В прошлом году Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии совместно с краснодарскими коллегами сумел выявить и отличить мраморного клопа от местного древесного щитника. Это значительно упростило работу в борьбе с вредителями. Но за одной проблемой появилась другая – финансовая. В Галском районе, в Творчалском, в Чамчинском, мы сделали с министерством сельского хозяйства вместе. Пошло оприскивание, но это не дало очень большой результат. Мы знаем, что один раз поприскивать с пестицидами недостаточно. К сожалению, надо 4, 5, 6, 7 раз, но это экономически уже не выгодно. Большинство вредителей проникает на зимовку в жилые дома. После зимней спячки все эти клопы разного вида выползают из домов и лесов. Отложенные личинки кормятся зелеными частями растений 4-5 недель. В результате чего культура значительно повреждается. На сегодня ситуация уже, по-моему, выходит из-под контроля. И меры такого характера, что тут надо принимать какие-то глобальные решения. И поэтому недостаточно то, что мы... Это, может быть, в прошлом году, может быть, и дало бы эффект, если мы то, что в этом году сделали, в прошлом году, если бы сделали, может быть, приостановило бы. Но распространение идет уже вплоть до Гудаутского района. За сезон 2016 года насекомое частично уничтожило урожай ореха. Помимо этого, взрослые щитники и личинки, нимфы повреждают и другие сельскохозяйственные культуры, снижая их качество и в некоторых случаях делая непригодными. Насекомые наносят особый вред фруктам и овощам. Персикам и нектаринам, яблокам, грушам, малини, помидорам, перцу и кукурузе. Ситуация на самом деле сложная, поскольку сам клоп, он на самом деле принимает активное распространение по республике. Уже второй год наносит большой ущерб урожаю сельскохозяйственной продукции. В основном это орех, фундук и также остальные культуры, то есть клоп, он практически всеядный и повреждает большой ассортимент культур, которые произрастают у нас. Исследование показало, что во всех районах, за исключением Ткварчальского, уже зафиксирован высокий уровень ущерба в зависимости от численности клопов на плантации. В период исследований были расставлены так называемые ловушки с феромонами, чтобы определить наличие вредителей, их количество, а также для определения экономического порога проекта, потому что любое лечение требует средства и силы. Рината Шака, Алексей Гухава, Абхазская телевидение. Абазины и Абхазы. Языки, полевые исследования и архивные материалы. Презентация исследовательской работы на эту тему прошла сегодня в Сухуме. Об этом репортаж Налы Ковы. По мнению участников пресс-конференции, абхазские и абазинские языки стремительно теряют свои позиции. Прежде всего, это происходит в городской среде, хотя ассимиляционные тенденции затронули и село. О цели программы рассказал ее руководитель, ученый, почетный член Академии наук Абхазии, президент автономной некоммерческой организации Алла Шарамусаик Зеков. Наша цель – это сделать родной язык модным, сделать повсеместным, чтобы знание родного языка стало абсолютной нормой. И, безусловно, успешная работа нашей команды позволит нам создать фундамент по объединению нашего этноса по всему миру. В городской среде многие родители предпочитают не учить родному языку детей и говорят с ним исключительно на русском. Это привозит к тому, что все меньший процент молодежи вырастает с полноценным знанием родного языка. Согласно недавнему исследованию, в четырех абхазских детских садах Сухума, лишь 30-40% абхазских детей владеют родным языком. По мнению ученых, крайне важно сохранение, возрождение и развитие фольклорного знания народа, характерных особенностей традиций наших предков. Так же, как и языки, наши языки, абхазинский и абхазский, традиционная культура, если можно сказать, культуры абхазо-базинского этноса прибивают в реальной опасности. Вообще, фольклор в широком понимании, как народная культура, как память традиции, был и остается первоосновой культурой вообще, абхазине и абхазы в частности. Программы, нацелены на сохранение и развитие абхазо-базинских языков, полностью финансируются руководителем организации Алла Шара, меценатом Усоек Зековы. На Алла Кове, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. Издана монография доцента Сухомского открытого института Олега Кварчия «Конкурентоспособность территории как основа развития экономики Абхазии». В исследовании на основе оценки приоритетных направлений и предпочтений развития экономики Абхазии научно обосновывается механизм стратегического планирования. Исследования в монографии изложены на доступном для специальной читательской аудитории научном языке. Монография утверждена к открытой печати учеными-советами Невиномысского государственного гуманитарно-технического института Министерства образования России и СОИ. Пятый международный фестиваль органной музыки открылся в концертном зале Пицунского храма. Фестиваль юбилейный и в нем есть особенность. Какая именно, расскажет Алика Трапш. Фестиваль классической музыки в концертном зале Пицунского храма уже стал одним из самых узнаваемых символов Абхазии. Ежегодно здесь собираются оценители классической музыки, чтобы погрузиться в мир величественных и таинственных звуков органа. На открытии пятого юбилейного фестиваля «Органные вечера» в Пицунде выступили известные российские органисты. Алексей Семенов, Сергей Буткеев, Владимир Хомяков. Они исполнили популярные композиции мировых классиков. Впервые в стенах храма прозвучал гимн Пицунскому органу, автором которого является директор государственной хоровой капеллы Абхазии Нодар Чамбо. Гимн звучал в исполнении народной артистки Абхазии Марины Шамбо. Фестиваль «Органные вечера» в Пицунде предоставляет уникальную возможность в течение одной недели насладиться мастерством абхазских артистов Елены Хагба, Кристины Эшба и Луки Гаделя и лучших российских и европейских органистов. Культура еще лучше сохраняется, когда она открыта миру, а не в условиях такой изоляции. И каждый год, наблюдая за тем, как развивается этот фестиваль, его участников, его ценителей, его друзей фестиваля становится больше, то ты понимаешь, что и у фестиваля самого большого будущего. Впервые фестиваль органной музыки в Пицунде прошел в 1976 году. Его организовал российский органист Леонид Ройзман. А уже в 2012 году традиции, заложенные Ройзманом, продолжила народная артистка Абхазии Марина Шамбо. И меня радует то, что в нашей маленькой Абхазии, вот самое главное, что проходят такие грандиозные, масштабные действительно фестивали, вот вроде нашего фестиваля, что люди могут, сидя в маленьком таком зале, храму, услышать совершенно разных исполнителей с разных мест, с разных городов и стран. И это не каждому удается, чтобы вот так сидеть, и вся неделя была бы действительно насыщенной классической музыкой. Любители органной музыки высоко оценили творчество артистов. Впечатление самое замечательное. Я не первый раз в Пицунде, я не первый раз слышу этот орган. Мне бы очень хотелось, чтобы вот такой концерт, как был сегодня, был повторен еще несколько раз. Вот пришли с семьей сюда, послушали, очень понравилось, душевно, за дело, за сердце, за душу музыка. Наверное, на разные впечатления в жизни музыка всегда нам помогает. Фестиваль органной вечера в Пицунде продлится до 17 сентября. Здесь будут исполнены композиции Баха, Листа, Франка и других представителей классической музыки в исполнении абхазских, российских, немецких и австрийских музыкантов. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии сохранится по летнему теплое, преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 20-22, днем плюс 27-29 градусов, температура морской воды плюс 26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин